Со дня проведения первой сессии областного совета депутатов 27-го созыва прошло 10 месяцев, а потому, открывая очередное заседание, председатель облсовета Сергей Ашмянцев предложил подвести промежуточные итоги работы, проанализировав которые, можно выработать стратегию и планы на будущее. Стоит отметить, что работать с народным избранником пришлось в непростое время, но, по мнению Сергея Ашмянцева, депутаты с достоинством выполняют возложенные на них обязательства, несмотря на объективные сложности. Принимаемые облсоветом в рамках своей компетенции решения способствовали исполнительной власти своевременно решать вопросы, касающиеся улучшения качества жизни жителей нашей области. Тесное взаимодействие органов управления и самоуправления позволили в 2014 году, несмотря на экономические сложности в результате девальвации национальных полюбов наших партнеров по единому экономическому пространству, сохранить довольно-таки спокойную во всех сферах жизнедеятельности обстановку. Стабильно работала социальная сфера, а самое главное, население Брестской области за прошлый год увеличилось на 1093 человека. Работа депутатов с обращениями граждан – тема, которой в ходе прошедшей сессии было уделено повышенное внимание. Чаще всего к народным избранникам население обращается тогда, когда ни одна иная инстанция не смогла решить проблему, а потому халатности, безответственности и неорганизованности здесь не место. Работа с обращениями граждан постоянно находится на особом контроле местных органов власти и особенно исполнительной, так как в большинстве своем обращения поступают в ходность исполнительных и распределительных органов. Органы местного самоправления также не остаются в стороне в данной работе. В целях реализации положения и директивов президента республики Беларусь номер два о мерах по дальнейшей деброграммизации государственного аппарата со стороны местных советов депутатов в всех уровнях в планометах проводится соответствующая работа. В своем выступлении о недопустимости работы, что называется «спустя рукава», говорил и губернатор региона Анатолий Лис. Глава области заострил внимание народных избранников на двух постулатах. Первое – не обещать людям того, что сделать нельзя. И второе – более серьезно относиться к выполнению того, о чем уже прозвучали заверения в исполнении. Депутатский корпус представляет практически все отрасли народного хозяйства, а также социальную сферу. А это значит, что возможности и полномочий оперативно и объективно отвечать на обращения граждан достаточно. Давать неподтвержденное, необоснованное обещание людям, значит, нет сегодня никакой необходимости. Раз, а второе – это безответственное заявление. Да, сложно будет в этот год, конечно, работать. Но придется. Президент говорил на эту тему, что никто никаких необоснованных обещаний делать не должен. В один день сессии областного совета депутатов состоялось и внеочередное заседание Брестского областного исполнительного комитета. Вопросы, которые были подняты в ходе двух заседаний, имели множество точек соприкосновения, особенно в части работы с населением. Проблемы жителей Брещена не должны быть оставлены без внимания ни представителями органов исполнительной и распорядительной власти, ни депутатским корпусом.